У сего 6 километров от городского поселка Октябрьский и вы увезли Ковалей по письмовых крыльницах, и она ведомая с 18-го 100-го года. Еще на початку Великой Ачины тут проживало больше 600 человек. Сегодня не засталось и 100. А тому и даю местовой джихарке Марии Мухиной створить у Ковалях музей сельского побута в Ясковцу подтримали. Правда, некоторые зацепанатов с часом пришли у таких стан, что для их обновления пришлось проводить специальные реставрационные работы. Кажется, что так просто. Даже отстирать вот эту вещь, ее стираешь только ручная работа с содой, и не один раз, 5-6-7. Если уже там не получается сохранить ее как простыня или там что-то еще, тогда я уже в рамочку беру хоть кусочек, показать людям, что они принесли, что сохранила я память, чтобы было. Головная задача музея «Чаровный скарб» – покинуть молодшему поколению память про то, что, зникая традиционную белорусскую вёску, прорады працы и быту господа Раси Леонидом, еще некакие 10 годов тому, у всех это можно было увидеть практически в любой хате, а сегодня уже лечится мать, что раритетом, хоть есть тут и сапороды редкие экспонаты. Один из самых старых экспонатов – Жанучая Сукенко. Такие носили женщины подчас кормления маленьких детей. Этот экземпляр выраблены больше 300 годов тому. Такой вопроткой сегодня может похвалиться далеко не каждая этнографичная коллекция буйных державных музеев. Сегодня сиротноведовальникам музея «Чаровный скарб» – жахары Беларуси, России, Украины, а не больше частые наведовальники жахары района, которые приходят сюда целыми семьями и обоясково рассказывают об музее всем гостям. Мы часто бываем на экскурсиях, там проводим мероприятия разные, интересные. Как выходим туда, так она сюда приходит. Очень много интересных. Засновальник и владельник «Приватного музея» Мария Мухина каже, что зараз разносайдых речев насбиралась столько, что можно открывать еще одну экспозицию. Стремливое одно – хата под ее есть, а ли она под рабою ремонту, своими силами не справится. А покой гэта проблема очакает своего выращения, женщина разум с родными посадила у вёста коля 500 древ. У речи гэта так само своясабливый музей, у яким заховается память об существом поколении. Планируем сейчас посадить аллею каштанов, уже подращиваем каштаны, и будет аллея, вот одни каштаны будут по обе стороны, чтобы можно было проехать, посидеть. Ну, я думаю, я не вечно, а когда-то память должна остаться. Олег Сентяров, Евгений Макеенко, телерадио компания «Гомель», Октябрьский район.